Ежегодно в нашей стране тысячи взрослых и детей нуждаются в трансплантации костного мозга. Для многих это единственный шанс на спасение. Но найти донора не так просто, так как пересадка от родственника, возможно, не всегда. В 2012 году ФМБР России создало и запустило Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Он объединил данные ото всех ранее существовавших регистров в нашей стране. Сейчас в Федеральный регистр входит более 112 тысяч потенциальных доноров, но этого мало, чтобы удовлетворить потребность всех нуждающихся пациентов в нашей стране. Если мы знаем, что ежегодно заболевают различными болезнями крови у нас около 30 тысяч человек, из них полторы тысячи человек нуждаются в пересадке костного мозга. И понятно, что из этого регистра вероятность найти подходящего донора достаточно небольшая. Поэтому часто приходится обращаться в международный регистр, чаще всего это в немецкий. Но процедура занимает много времени, при том, что зачастую пациенты с болезнями крови не могут ждать. Счет идет на дни. Также сейчас есть трудности с логистикой. Поэтому и встал вопрос создания своей базы потенциальных доноров костного мозга. В работу по пополнению Федерального регистра постепенно включаются больницы по всей стране. КБ номер 50 тоже не осталось в стране. В середине марта в отделении переливания крови прошла акция «Помоги ближнему». В ней приняли участие 45 саровчан. Доноры крови, сотрудники клинической больницы, молодежного центра, добровольцы отряда «Рысь» и многие другие. Сотрудник градообразующего предприятия Евгений Фельцов стал донором крови 6 лет назад. Он всегда готов прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. С 2017 года Евгений 13 раз сдавал кровь и 15 раз плазму. Мне предложили, позвонили на работу, сказали, что будем сдавать антипирование, кровь. Если вы желаете, чтобы ваш ДНК, который костного мозга сдать, то есть, пожалуйста, сдавайте. Но я согласился, думаю, почему бы нет. Все-таки играет, наверное, большую роль, чтобы не зарубежные были, а чтобы именно с нашей стороны люди участвовали в этом. Сдав несколько миллилитров крови, участники акции стали частью Федерального регистра потенциальных доноров костного мозга. В будущем они смогут спасти жизнь пациентам с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями, если генетический материал донора подойдет. Сдать костный мозг в случае необходимости можно двумя способами. Первый – под наркозом. Материал берется из костей таза. Второй способ сдачи костного мозга с помощью сепаратора, наиболее распространенный. Берется кровь из вены, проходит через определенный аппарат, где происходит сепарация клеточек. У нас в крови всегда есть эти клетки стволовые. Их, правда, не очень много, но они есть. И с помощью сепаратора они улавливаются и собираются в определенную емкость для того, чтобы потом пересадить нуждающийся на человека. Когда человек находится не под наркозом, он может читать книгу или смотреть телевизор. В это время происходит, так сказать, практически как наш плазмоферез на аппарате. То есть собирается кровь, нужные клеточки, остальные возвращаются к донору. И через определенное количество донор спокойно уходит под наблюдение. Как правило, двое суток он наблюдается медиками и в дальнейшем отпускается. Ну, через какое-то время просто контролируется его состояние здоровья. Процедура донации безопасна и практически безболезненна. Донор отдает менее 5% от общего объема костного мозга, который полностью восстанавливается в течение 7-10 дней. Пока акция по сдаче крови на типирование в КБ номер 50 была разовой. Однако в дальнейшем, возможно, станет постоянной. Все люди должны помогать друг другу. Жизнь купить нельзя, но ей можно поделиться. Я думаю, что это самый главный такой тезис. Каждый человек должен подумать над этим, что жизнь, мы не можем ее, так сказать, кому-то отдать, свою жизнь. Но мы можем поделиться. И поделиться это совершенно просто, легко. То есть дал кровь и помог человеку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!